друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канал маркет с торговыми идеями в котором каждый день мы размещаем вам в помощь дополнительный аналитический контент это конкретные рекомендации с упором на тех анализ и фундаментальные посты надеюсь то что что-нибудь стоящее и интересное для себя вы точно уже там нашли ну что ж сегодняшняя торговая сессия это выход данных по инфляции крайне значимый релиз для перспективы американской денежно-кредитной политики для американской экономики для определения дальнейшей динамики курса американского доллара если мы говорим про доллар то соответственно и для динамики всех прочих финансовых инструментов мы очень долго ждали сегодняшний день друзья и фактически мы сейчас вступаем в двухдневный период когда без привлечения можно будет сказать определиться будущее курса американского доллара почему я так громко заявляю об этом потому что все что происходит с долларом является отражением проводимой денежно-кредитной политикой американского регулятора в то же время это денежно-кредитная политика зависит от того на что происходит с инфляцией на данный момент индекс потребительских цен в сша находится на отметке 7,7 процента базовая инфляция держится на уровне 6,3 процента если сопоставлять текущие уровни с целевыми ориентирами федрезеров то конечно же фактическая инфляция по обоим компонентам существенно выше целевого ориентира в 2 процента а значит фрс оправданно повышает процентные ставки но вся загвоздка в том какими темпами будут проходить дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики на текущий момент до выхода данных по инфляции эти релизы будут публикованы в 13 30 по gmt вероятность повышения процентной ставки оценивается подавляющее прям большинством 80 процентов на трейдеров то что ставку повысить на 50 базисных пунктов это конечно же ниже чем мы привыкли с точки зрения последних действий американского регулятора потому что за четыре последние заседания американского регулятора на каждом из них ставка была повышена на 75 базисных пунктов после чего фрс решил что все таки уместно уже замедлить темпы ужесточения монетарной политики темпы повышения ключевой процентной ставки очень интересный нюанс буквально до вчерашнего дня если бы мы обратили внимание на а фактические цифры сравнили их с прогнозами то ожидалось что показатель в ноябре останется на прежнем уровне 7 7 процента базовая инфляция вырастет 6 3 до 6 4 процентов и буквально за сегодняшнюю ночь очень сильно изменились прогнозы теперь ожидается что основной нас потребительских цен снизится до 7 процентов на 7 7 а базовая инфляция скорректируется с 6 3 до 6 процентов не знаю чем связан такой раздвигальный пересмотр ожидания но я все таки считаю что с учетом последнего отчета по нонфарм хэрлс когда мы увидели скачок по росту зарплат я вчера про это вам рассказывал есть высокая вероятность того что мы увидим все таки положительную динамику в росте базовой инфляции пусть и незначительную на на целых одну десятую на целых две десятых процента но это будет в принципе достаточно чтобы на завтрашние пресс-конференции американского регулятора когда будут подведены итоги заседания фид резерва а джером пау снова сделал акцент на важность уместность и целесообразность сохранения текущей монетарной политики жесткой и удержание высоких темпов повышения ключевой процентной ставки не буду повторяться отметил что сейчас все закладываются под вероятность повышение ставки на 50 байсных пунктов но опять же сегодня если мы увидим роста базовой инфляции то рынок начнет всерьез допускать что фрс пойдет дальше этого шага в 50 байсных пунктов и может даже повысить ставку на 75 базисных пунктов если подвести как черту и сказать что у нас в сухом остатке рынок явно замер в ожидании этих данных по инфляции поскольку понимает их значимости для динамики всех финансовых активов трейдеры не торопятся открытие новых позиций потому что не хотят наломать дров если заранее будет принято неверное решение рынок очень быстро уйдет против них специально готовясь к столь насыщенному фундаментальному фону как сегодняшний отчет по инфляции завтрашнее оседание федрезерва мы не стали распыляться на большое количество финансовых активов а сфокусировались по сути на нескольких один из них это индекс доллара который топчется на отметке 105 пунктов и тоже в ожидании следующего драйвера для движения которым сегодня будут данные по индексу потребительских цен напоминаю друзья что пока что есть на рынке убежденная такая позиция трейдеров что фрес останется на тропе проведения жесткой монетарной политики а значит нет основных таких основополагающих причин чтобы доллар шортить все то есть это говорит о том что интерес к доллару остается на высоких уровнях но я не буду противоречить сам себе отмечу что если мы сегодня увидим все-таки снижение и основного индекса потребительских цен и базовой инфляции а завтра во время пресс-конференции джерон паул даст понять что замедление темпов продолжится и это будет интерпретировано как возможное начало постепенного отказа от политики высоких процентных ставок и начала завершения очередного цикла ужесточения политики повышения ставок вот тогда мы с вами пересмотрим свое отношение к доллару и поставим на его снижение ну а на данном этапе мы лишь следим за тем что будет по отчетам и ждем как на статистику по инфляции отреагирует рынок длинные позиции еще не отменяются на текущем этапе что касается прочих финансовых активов помимо индекса доллара золота которая котируется на отметке 1782 доллара за тройскую унцию на стороне покупателей геополитика потенциальный 9 пакет финансово-экономических санкций который может против российской экономики нарушится состояние равновесия относительного конечно же экономического порядка в мире если пакет конечно же будет принято это может очень сильно дестабилизировать этот порядок и ухудшить мировые экономические перспективы возможно по этой причине институционалы начинают проявлять больше интереса к золоту за последнее время если говорить об интервалах недельных таких мы не видели серьезных распродаж золота более того но пользуясь спросом но вот за последнюю неделю институционалы увеличили количество спекулятивных ланговых сделок со 115 тысяч точнее 110 до 115 тысяч это тоже какой-то но признак повышенного интереса со стороны крупных денег которые доверяют этому активу больше сейчас чем другим финансовым инструментом относящимся категории защитных также обращаю ваше внимание на индекс граничных настроений которые по-прежнему указывают на то что толпа в продажах ритейл трейдеров а в данном случае мы интерпретируем этот фон как возможность идти и необходимость идти против толпы то есть по пути наименьшего сопротивления по золоту это сейчас на верх я не оставляю попыток и надежд увидеть золото выше 1800 в самые ближайшие дни другие финансовые активы рынок нефти 79 долларов за баррель активное восстановление за последние торговые сессии наконец-таки рынок нефти стал больше соотноситься с текущим фундаментальным фоном хорошие новости идут из китая где явно смещаются антиковидные ограничения послабляются меры отмена массового пцр тестирования вроде бы как власти приняли решение прекратить поддержку работы приложения которое позволяло отслеживать случаи заболевания коронавирусом практически открыта граница с гонконгом очень важный нюанс в преддверии предстоящих новогодних на праздников можно ли говорить о том что это основа для постепенного отказа от политики нулевой терпимости и начала движения в этом направлении ну наверное да потому что китай все-таки долгое время крайне жестко относился к мерам сдерживающего характера против к вида и никаких подобных признаков мы не видели поэтому я рассчитываю на то что все-таки серьезного затухания экономической активности мы уже не увидим напротив будет только лишь восстановление среди позитивных факторов также снова повторяю эмбарго на поставку российских углеводородов и фактически определенный потолок цен на предельный уровень цен на нефть действия опек по сокращению объемов нефти добычи и обсуждения по поводу введения потолка цен на газ из россии это тоже фактор поддержки для рынка углеводородов потому что весь этот новостной фон сводится к тому что предложение всех активов сырьевого рынка будет существенно ограничено ждем пробоя 80 долларов за баррель я надеюсь то что этот уровень станет основой для дальнейшего восходящего движения рынок криптовалют по биткоину во прежнему медведь тень краха биржи ftx нависает на то всей криптовалютной индустрии во первых это событие как я уже неоднократно отмечала вы это прекрасно знаете привело к потере средства миллионов ритейл инвесторов криптовалютной отрасли также сказалось негативнейшим образом на платеж способности многих компаний которые завязаны на работе с на крипто активами и безусловно если говорить о последствиях того что произошло это станет основой для жесткого регуляторного контроля уже есть первый прецедент и в частности комиссия по торговле цель бумага американская сек уже фактически готова в принудительном порядке обязать бизнес корпоративный сектор отчитываться о тех инструментах криптовалютного рынка и тех активов которые находятся в их владении в конечном счете это скорее всего придет тому что этот рынок станет более прозрачным лишиться преимущества возможно в виде анонимности и это на мой взгляд а будет началом краха всей индустрии очень интересный опрос от cnbc в частности потому как сейчас инвесторы относятся к криптовалютам в частности после крах от эры луны и после банкротства биржи ftx количество респондентов которые положительно относятся криптовалютной индустрии снизилась с 19 процентов до 8 а вот количество респондентов которые крайне негативно относятся к индустрии выросло практически до 50 процентов тоже выводы нужно делать друзья при таком фундаментальном фоне я скорее я уверен что скорее всего мы пойдем ниже 15 тысяч тоже уже в ближайшее время а был вопрос по поводу перспектив британской валюты я бы не советовал сейчас до выхода отчета по инфляции и итогов отседания федрезерва лезть в рисковый инструмент у нас есть доллар в принципе по нему будет уже все понятно как можно торговать и действовать по другим финансовым активам сейчас для тех кому интересно все-таки что может произойти с британской валюты пара фунт доллара находится на отметке 1 22 65 и заряжена на локальный рост благодаря фундаментальной статистике прошлого дня это сильный отчет по динамике роста в обрабатывающей промышленности и по ввп пока доллар не определился с более приемлемым и верным вектором для своего движения я полагаю что в рамках текущей торговой сессии пара фунт доллар легко может преодолеть сопротивление 1 23 друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока